Это был 2005 год. Мы столкнулись с тем, что не могли найти корпуса для наших приборов. Мы вынуждены были сделать свое полностью металлообрабатывающее производство, придумать ряд интересных ноу-хау в производстве, что оптимизировало еще производственный процесс. На сегодняшний день это фактически отдельная структура в рамках нашего предприятия, которая производит не только корпуса, но и другую продукцию для предприятий нашего города и страны. Это пульты управления для судов, то что мы производим, это корпуса электрошкафов, это различные приборные корпуса, это корпуса для строительства, это какие-то индивидуальные заказы, половина парковок в нашем городе оборудована корпусами нашего производства, паркоматы, станции оплаты. В общем-то это направление, оно достаточно удачно нашло свою бизнес-нишу в мелкосерийном, но таком вот качественном продукте. Вы знаете, это был 2005 год. Это была моя ошибка, когда мы купили не китайские, а российские, значит, два станка лазерной резки у российских, фактически у частных лиц. Мало того, что оборудование не работало, но мы оказались брошены с точки зрения сервисного обслуживания. Мы фактически обратили эту ошибку в некий отдельный бизнес, мы начали сами обслуживать эти станки, ремонтировать, модернизировать, ну и в итоге выпустили свой продукт, свой станок. У нас не было задачи делать это направление отдельным бизнесом, но к нам приходили наши партнеры, заказчики, смотрели то, что тот продукт, который мы сделали для себя, и очень просили сделать такой же продукт, такой же станок для лазерного раскроя листового металла. С этого началось направление станкостроения. На сегодняшний день мы являемся лидерами в России среди отечественных производителей. Успех этого направления немалым образом обеспечен за счет глубокого понимания оборудования, за счет того, что мы сами производственники, мы сами эксплуатируем это оборудование, мы сами понимаем, что мы хотим увидеть от этого оборудования. У нас линейка оборудования, начиная с самых недорогих бюджетных моделей, которые конкурируют с китайскими аналогами, и до самых высокопроизводительных решений, которые уже успешно конкурируют с европейскими образцами. На наших станках режут кастрюли и носики для чайников, и двери, и вагоны для метро, и трактора делают. У нас порядка 700 станков уже поставлено для российских предприятий, то есть фактически это 700 отдельных заказчиков, 700 отдельных клиентов. Станок по комплектующим, по оценке Минпромторга, который проводился на 73% произведен на нашем предприятии, порядка 70% оборудования, которое мы производим, мы его продаем в лизинг. Сроки разные, 3, 5, 7 лет максимальный срок. Мы гарантируем для лизинговой компании обратный выкуп оборудования. Вследствие этого лизинговая компания снижает свои риски и уменьшает процентную ставку. Вы знаете, вот на сегодняшний день мы практически закончили делать модель с 20-киловаттным лазером. Первый станок в России, который несет в себе вот такой мощный лазерный источник. Это достаточно дорогая пока технология еще, но она абсолютно себя окупает. Это высокие скорости резки, это высокая производительность самого станка. Это новые технологические возможности для точной резки толстых металлов, для высокоскоростной резки средних толщин металлов. То есть это снижение себестоимости продукции, соответственно, большая конкурентоспособность. Если в 2005 году, в 2008 году рынок был готов в основной своей массе покупать лазеры где-то до 500 ватт, то сейчас за фактически сколько? 15 лет уже увеличилась эта мощность в 6 раз. Сейчас средняя мощность, которая продается, это 3-4 киловатта. Для расширения нашего производства мы сейчас достраиваем новый завод. И я считаю, что в ближайший год мы уже сможем говорить о полноценном выходе на запад. Мы пошли в лазерную сварку. Мы сделали аппараты ручной лазерной сварки. Если раньше лазерная сварка для бизнеса была чем-то, каким-то жупелом, наверное, чем-то недостижимым, таким вот страшным, роботизированным, большим, сложным, то сейчас мы представляем на рынок лазерную сварку фактически такую же, как полуавтоматы, как сварочный полуавтомат. Это ручной пистолет лазерной сварки. Это сварка как с проволокой, так и вообще без проволоки. Прекрасные результаты получаются. Значит, в первую очередь мы лазерную сварку эту разрабатывали для нашего судостроения. Когда мы занялись сваркой алюминия, обыкновенные полуавтоматы или ТИК сварка, она дает очень большое, оказывает термическое воздействие на металл. Мы вынуждены были разработать ручное сварочное оборудование лазерное, которое оказывает существенно меньшее термическое воздействие. И используем сейчас эту технологию, новую технологию совместно со старой технологией. Безусловно, под контролем надзорных органов. Лазерная сварка, мы считаем, что за ней будущее. Может быть, это не ближайший год, но 2-3 года, и лазерная сварка будет в каждом гараже, точно так же, как сегодня это место занимает полуавтомат. Для отдельных производств, где полуавтоматы сложно применить или вызывают трудоемкий процесс зачистки, удаления от сварочных всех наплывов, там лазерная сварка получается как отдушина производственная. То есть, с ее применением производительность труда увеличивается в разы. Я думаю, что до конца этого года мы ее запустим уже в продажу. Уже первые аппараты работают на других производствах, в опытной эксплуатации. Мы получаем рекомендации, мы получаем какие-то отзывы, вносим изменения в уже конечный продукт, и до конца этого года мы этот конечный продукт уже представим рынку. Следующее оборудование лазерное, которое мы сделали, это лазерная очистка поверхности. Мы столкнулись с тем, что при сварке алюминия образуется нагар, образуются окислы, которые в классической схеме счищают или металлической щеткой, или корт-щеткой, но мы столкнулись с тем, что идеально вычистить этот нагар из всех пор сварочных его невозможно, просто невозможно. И это возможно сделать только с помощью лазера. И мы разработали установку для лазерной очистки поверхности, для лазерной очистки поверхности, сделали опытный образец, тестировали на нашем производстве, существенно повысила производительность труда. Сейчас мы делаем следующую версию. Это установка уже с новым лазерным источником, увеличенная мощность и специализированное применение для судовых историй. Лазерная зачистка универсальна. Начиная от малого уровня мощности, когда мы с листа бумаги счистили чернила от принтера, не повредив лист бумаги, и заканчивая тем, что мы сдирали ржавчину, сдирали краску уже с окрашенных поверхностей. Мы прекрасно работаем с камнем, убираем граффити, убираем какую-то грязь, которая на камне образовалась. Мы прекрасно убираем надписи с асфальта, которые особо талантливые люди любят рисовать. Мы убираем клей с остановок, со столбов. То есть эта технология, она оказалась, мы ее разрабатывали только под судостроение, но она оказалась очень интересной и для других сфер, даже городской деятельности. Это мобильная история абсолютно. Аппарат весит порядка 45 килограмм, с достаточно длинным волокном, и лазерный пистолет, который из себя представляет, в общем-то, самый настоящий лазерный пистолет. Мы, наверное, занимаем до 90% российского рынка судостроения по некоторым системам. Поэтому мы, в общем-то, можем оценивать динамику достаточно точно. И динамика потрясающая. Если раньше, значит, это был 2003 год, 2005 год, это были какие-то единичные новострои, штучные новострои, то сейчас это уже целые серии, целые программы, для которых мы поставляем оборудование, и мы видим, что это не декларативно. Если раньше одно судно построили, взялись строить 10, построили еле-еле одно, на этом все закончилось, то сейчас серии идут по 50 судов, по 100 судов бывает, по 10 судов. Это сегодняшний день. Абсолютно реальные проекты с реальным финансированием. Поэтому разница, она очень-очень серьезная. Когда мы взялись построить наше судно, мы, в общем-то, запросили соседние судостроительные заводы в Петербурге о возможности построить это небольшое судно. Мы увидели то, что мощности судостроительных заводов все загружены. Загружены полностью, нет времени. Нет времени и возможности заниматься нашим небольшим суденышком. Поэтому это судно мы вынуждены были строить самостоятельно. Мы чувствовали, что мы не одни бьемся с этой задачей. То есть мы делаем нужное и полезное дело. Не только в рамках нашего предприятия, но и в рамках страны. Пока делали за счет собственных средств и средств нашего инвестора Лебедева Александра Евгеньевича, который поверил в эту идею, зажегся, я бы сказал, этой идеей. И вот, в общем-то, с ним вдвоем эту идею до сих пор реализуем. Девиз, который у нас висит на производстве, это лучшие станки для российской промышленности. Мы несем ответственность. И мы несем ответственность не только за какие-то там прибыли предприятия. Мы несем ответственность за людей, которых отправят по домам, если этот станок выйдет из строя, да, и за их семьи в том числе. Поэтому вот именно с объяснением нашей ответственности нашим сотрудникам, людям, кто производит эти станки, мы и, в общем-то, строим вообще все наши отношения. Иногда бывают, конечно, какие-то казусы, как и у всех производителей. И Лексус отзывает там автомобили, и Мерседес отзывает автомобили. Бывают, конечно, какие-то случаи, но они не носят такой массовый характер, да, как на вот на Жигулях, когда у меня даже отец купил машину, копейку, это было достаточно давно. Первым делом вот мы с ним вместе протягивали все болтовые соединения, потому что без этого на машине ездить было невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok